Всем привет! Вы на канале издательства Рассмен. Меня зовут Нина. Меня зовут Наденька. И это долгожданный выпуск новостей на канале издательства. И, воу-воу-воу, подождите, вы что, уже настроились на новости? Не забываем нашу мантру, главную мантру. Во-первых, подписывайтесь на другие социальные сети от издательства Рассмен. Огромнейшая группа от Рассмен во Вконтакте есть. Мы в Телеграме есть. Телеграме мы постим очень много всякого интересного. И даже там можно найти секретную информацию от Натальи Щербы. Очень мало информации сейчас от Натальи Щербы. Поэтому, если вы ждёте какие-то новости по новинкам этого автора, го в нашу Телегу. Все ссылочки ловите в описании. Ну что же, друзья, теперь переходим к новостям. В этом выпуске ждите анонсы мероприятий, которые будут в самое ближайшее время. Анонсы новинок, рассказы о некоторых книгах, которые мы пока мало времени и внимания уделяли на этом канале. И ещё покажем некоторые обложеньки. Слово будет очень и очень любопытно и интересно. И красиво! Пишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, по поводу каких грядущих новинок у вас меньше всего сейчас информации. Мы будем стараться собирать новости какие-то, именно касаемо тех книг, которые вас интересуют в первую очередь. Причём можем взять и комментарии у автора, и может быть даже у художника. Мы вообще всё можем, у нас руки-то длинные. Что же, приступаем. И, друзья мои, мы вступаем практически на полноги, мы уже там в апреле. А апрель, как мы с вами знаем, это месяц книжной ярмарки Non-Fiction. Проходит она в конце апреля, и у нас для вас, гостя, в Москву приезжает Евгений Гоглоев на презентацию долгожданнейшей новой серии внутри цикла Мир Санкт-Петербурга «Авангард». И состоится встреча с Евгением, записывайте, отмечайте в календарях. Я тоже. 24, Наденька, апреля в 15.00 в зале номер 1. Большой зал. Это очень большой зал, он будет, кстати, совсем рядышком с нашим стендом, поэтому можете как раз закупить книжечку и отправиться в зал на презентацию. Встреча будет целиком и полностью посвящена новой серии, о которой, собственно, мы вам уже только что сказали. Обложка этой серии у нас уже есть, и давайте-ка мы ее покажем. Мы ее на YouTube-то еще не показывали? Да, на YouTube мы обложку еще не показывали. И что интересно, что у нас же есть уже и внутреннее оформление «Авангарда», и им занимался Сергей Зиновкин. Это наш новый художник, и основная особенность этого художника в том, что он рисует все в чернилах. Мы привыкли видеть обложки и в целом оформление компьютерной графики, а тут все нарисовано чернилами, чернильными ручками. Обязательно смотрите. И, кстати, «Авангард», в принципе, обратите внимание на эту серию, даже если не были знакомы с другими книгами от Евгения Гоглова, не знаю как, но вдруг вы такой у нас есть. Здесь Евгений переходит немножко в другой жанр. Он заглядывается в сторону детектива, фэнтезийного детектива. И вот о чем это будет. На самом деле, я сейчас еще немножко расскажу, в чем особенность этой серии. Каждая книга – это будет какое-то завершенное расследование внутри мира Санкт-Аренбурга. То есть все еще декорации города и знакомые вам персонажи. Более того, если вы не знакомы с миром Санкт-Аренбурга, вам будет очень интересно в это погрузиться. А если вы знакомы, вы обязательно встретите Никиту Регостаева, который будет расследовать, что происходит там дальше. О чем же, собственно, «Авангард»? И что такое «Авангард»? «Авангард» – это такая, получается, организация, которую создали в Санкт-Аренбурге для отслеживания какой-то всякой разной аномальщины. Для обычных людей есть полиция, для всякой аномальщины есть «Авангард». И «Авангард» берется за работу, начиная с первой книги. Зная Евгения Гоглоева, наверняка, как по маслу падает страничка за страничкой, глава за главой. Поэтому ждем, друзья мои, и ждем вас 24 апреля в гостином дворе на книжной ярмарке «Нонфикшн» в 15.00 в зале номер один выступит Евгений Гоглоев, и там вы сможете непосредственно книжку купить. Вероятно, там будут самые первые продажи. Там вы можете книжку подписать и сфотографироваться с любимым автором. Ой, я обожаю эти встречи. А мы едем с вами дальше. Писательская школа, друзья, буквально в прошлом выпуске на нашем YouTube-канале мы говорили о сбывшейся мечте 13 наших писателей, чьи рассказы вошли в сборник «Неизвестные миры». Так вот, как раз те писатели – это выпускники нашей бесплатной писательской школы от «Росмен». В прошлом году мы провели суперпопулярный курс, студентами которого стали 5000 человек. И вот в этом году писательская школа «Росмен» возвращается. И совсем скоро, уже в апреле, стартует со вторым сезоном. Так, что же будут за лекции в новом сезоне? Очень много всего интересного. Мы в этот раз будем строить нашу лекционную учебную часть не курсами, а триместрами. То есть раз в месяц мы будем выкладывать лекции на самые популярные темы, на которые больше всего запрос среди начинающих писателей. Например, в апреле писательскую школу открывает лекция Бориса Кузнецова, директора издательства «Росмен», которая расскажет, а какие же есть пути издания у молодых авторов помимо издательства. Слышали ли вы когда-то о том, что авторы-то могут издаваться не только через издательство? И это на самом деле очень интересная тема, потому что сейчас все больше, помимо реально больших издательств, авторы обращаются к каким-то другим ресурсам. И очень много мифов вокруг этих ресурсов, и обязательно надо объяснить, что это вообще все такое, какие подводные камни есть. Я очень жду эту лекцию, несмотря на то, что в теме-то я все-таки разбираюсь. Да, это будет очень интересная лекция, поэтому заглядывайте, пожалуйста. В апреле мы откроем наш сайт. Сейчас на сайте можно найти курс прошлого года. Уже в мае выступит с лекцией Михаил Фарейтер. Это руководитель направления как раз молодежной литературы, в который у нас в «Росмен» и выходит все то, что мы обожаем на этом канале. И Михаил расскажет о правилах написания синопсиса. Это очень и очень важно. Это тот самый первый текст, который становится связующим между молодым автором и издательством. 50% вашего успеха, успеха того, возможности того, что издательство вас в принципе заметит, зависит как раз от умения написать правильный синопсис. Абсолютно точно. И синопсис – это всегда камень преткновения. Сколько бы ни выходило статьи от разных авторов, всегда интересно и важно послушать, что еще говорят про синопсис. Абсолютно точно. Это у нас майская лекция. В июне у нас будет лекция с Мариной Ясинской, которая расскажет о тайм-менеджменте для новых, для молодых авторов. Это актуально. В принципе, для всех авторов, потому что у Марины Ясинской потрясающий опыт, у нее десяток выпущенных книг, при этом она супруга, она мама, она еще и работает официально, то есть как бы не просто писательством занимается, у нее овер дофига занятости, но она находит время на все свои книги. Как же ей это удается? За десятки лет писательского опыта у нее уже скопились какие-то собственные писательские тайм-менеджмент, лайфхаки, чем она с нами и поделится в рамках лекции, которая выйдет в июне в нашей школе. Потом мы сделаем перерыв на июль-август и с сентября с новой учебной программой. Мы продолжим вас, хотелось бы сказать, развлекать, но все-таки обучать, друзья. Не просто развлекать, но и обучать с тем, чтобы вы шаг за шагом приближались к своей мечте. Ну что же, друзья, и теперь грядущим новинкам от издательства. Ой, апрель нас ждет очень жаркий. И первое, я очень надеюсь, что совсем скоро мы увидим книгу от Филиппа Рива, от Орледар. Такая обложечка. Аторли Дарк и Бездна, если называть полностью, Филиппа Рива вы наверняка встречали как автора Хроники Хищных Городов, а еще он писал по Доктору Кто, а еще он приложил руку к огромному количеству популярных зарубежных историй для, по большей части, взрослой аудитории. И здесь мы ждем Аторли, которая больше подростковая и молодежная. И, боже, я когда начинаю вспоминать про эту историю, мне сразу становится безумно интересно вспоминать про обложку и про сюжет. Немножко про сюжет, потому что больше я хочу рассказать про обложку, такого у нас тоже никогда еще не было. Итак, у нас есть маяк, и отец девочки был смотрителем маяка. Маяк долгое время защищал от чудовищ, но и чудовищ как-то несколько столетий уже и нету. И все считают, что это просто легенда, но на всякий случай, по привычке, зажигают свет. И вот в какой-то момент, смотрите, маяка умирает, и Аторли встает на его место. Она тоже зажигает свет, такой, ну это просто как бы легенда. Но в каждой легенде есть доля правды, и чудовище в один момент возвращается. А теперь про обложку. Сначала надо показать эту обложку, и обратите внимание на то, что художник тоже Сергей Зиновкин, и обложка тоже нарисована чернилами. Это фотографии художника Сергея Зиновкина, и он выкладывал процесс создания обложки, как он искал композицию, как он искал образы этого маяка. Обложка, да, конечно, была доработана потом уже на компьютере, но основная часть обложки и всех внутренних иллюстраций, они нарисованы чернилами вручную, и у нас такого никогда не было. Это абсолютно уникальная для нас обложка и уникальная история. В общем, я жду ее. Во-первых, она очень атмосферная, и она про холодное море, а море это прекрасно. И судя по всему, это такая здоровская волшебная сказка, которая сейчас вот прям то, что надо. Я сама еще книгу не читала, но первые ридеры говорят, что прямо в лед читается. Она читается просто сзади, собственно, да, что мы еще хотели. Сзади нее можно прочитать просто вот так вот все. И что радует больше всего, это ближайшая-ближайшая новиночка. Но помимо, кстати, дарителей сборника, пять книг в одном, вы можете себе представить, мы очень ждем. Вот-вот со дня на день должны нам ее показать, а мы, соответственно, покажем ее сразу вам в других своих социальных сетях, во Вконтакте, в Телеграме. Да-да-да, все смотрим туда. И, собственно, если смотреть по новинкам, если хочется прямо сейчас что-то купить и срочно прочесть, то Неизвестные миры, обращаем ваше внимание, 13 замечательных, просто исключительных фэнтези-рассказов от наших молодых писателей. Уже появляются отзывы, и насколько отзывы восхищенные и удивляющиеся. Не совсем понятно, правда, почему они удивляются, тому, что ребята могут писать такие сильные, такие яркие тексты, но, тем не менее, у нас как раз в нашей группе Вконтакте есть уже несколько отзывов от Глеба Кащеева, автора Лабриса, и он очень классно и подробно расписал рецензии на некоторые рассказы ребят, и жду еще отзыва других авторов, которые тоже обещали сказать свое слово. Ну, я, кстати, понимаю, почему большинство не верит, что рассказы действительно крутые, если они от всех юных авторов, потому что считается, что хороший писатель – это писатель с накопленным опытом прочитанных книг. Но мы забываем про одну очень важную вещь – сколько книг ты прочитал, столько штампов и чужих сюжетов ты в себя собрал. А здесь ребята действительно, они без вот этого огромного багажа прочитанных книг выдали нам совершенно уникальнейшие какие-то сюжеты. И они еще без шаблонов и рамок, потому что есть некоторое у взрослых авторов, то, что ну так вот делать нельзя, так вот делать нельзя. Молодые писатели просто берут и делают, и делают это очень круто. Поэтому обязательно брать внимание на этот сборник. Это то, что можно читать уже сейчас, а в ближайшем будущем ждем сборник «Дарители. Пять книг в одном» и «Адерли Дарк» Филиппа Рева. Это, да, в начале апреля, ближе к концу апреля нас ждет «Авангард». Там вообще столько всего. Нас ждет «Коллизион». Кстати, мы не показывали еще обложку «Коллизион» на нашем канале. Как так вообще? Мы вообще забили на YouTube, надо сказать. Да кошмар какой-то, да. Шейн. Я почему-то вот этим пальцем щелку, а другими не умею. И это же старт новой серии от Марины Ясинской, автора бестселлеров серии «Авианеры». О чем же в этой книге? Итак, у нас есть цирк, который приезжает в город, и главная героиня вместе со своим братом, которого на самом деле на дух не переносит, идет в этот цирк. Она возвращается домой, выясняет, что вместо нее дома двойник. И ее место теперь занято. И девочке ничего не остается, кроме как вернуться в цирк и выяснить, а почему, собственно, это произошло, и как вернуть себе свою жизнь обратно. И цирк ее забирает и не выпускает. Марина Ясинская говорит, что это не просто фэнтези. В этот раз она пробует себя в жанре темного фэнтези. И я представляю вот в декорациях цирка, как там можно сколько всего наворотить. И это да, цирк, когда будете читать, это не спойлер, но просто держите в уме, что цирк – это тоже персонаж. Вау! Да. И, кстати, это еще не последнее, потому что нас в конце апреля ждет еще потомок. Потомок – это просто вау, как всегда, самая громкая премьера, потому что это победитель нашего литературного конкурса «Новая детская книга». И вот, да, в апреле мы ждем и потомка. Ну, я уверена, что мы еще миллион тысяч видео наснимаем. Обязательно. Ну, сейчас готова, кстати, обложка. И давай же мы ее покажем. Что, я здесь тоже не показывали? Нет, мы не показывали обложку. Мы вообще работаем? Что мы делаем на ютюбе? В общем, обложка. Вот она, смотрите, зацените. Это антураж такого ретро-детектива с примесью хоррора, я бы сказала. Там настоящее вау. И, конечно, это надо читать, надо смотреть. И, друзья, если, в принципе, смотреть над какими сериями издательства и книгами издательства сейчас идет работа, то тут, на самом деле, работа кип-то очень много. Например, сейчас уже утвердили название для третьей варты. Тут, кто владеет лесом. Да, скажи. Если вы читали вторую книгу, вы можете представить, что там будет и что будет на обложке. И это у нас выход осени. Да, пока что планируется на осень. Да, там же, где и твоя книга, Станция Лиха, там уже тоже есть обложка. Я, по-честному, хотела вам показать обложку в этом видео. Рано она мне не разрешила. Рано, еще рано. Вот что значит, когда у тебя в отделе маркетинга работает автор, она начинает качать свои права. Я не качаю свои права, ну просто книжка выходит. Давай я спалерну, и ты мне не запретишь. Обложка похожа на сегодняшний лук Нади. Кстати, есть такое, да. Ага, стройте, пожалуйста, свои предположения в комментариях. Очень эффектная обложка художника, с которым мы впервые работали. Ну это что-то потрясающее. Такого у нас, мне кажется, уже превратилось в штампу говорить, такого у нас еще никогда не было. Но здесь правда снова тот случай. Очень-очень крутая обложка, как и текст, собственно. Я обожаю Станцию Лиха и прям жду с нетерпением, когда мы наконец-то начнем рассказывать. А выходит эта книга в сентябре. В сентябре, да. Да, поэтому обложку еще рано показывать, но мы, кажется, ее покажем в июне. Кажется. Сама тут берет, решает, когда показывает свою обложку. Я с тобой согласовываю. Я хотела с вами показать. Но мы с тобой согласовали раньше другую, да. Мы же согласовали, что мы сегодня не будем. У нас же еще закончен текст новой книги Татьяны Мастрюковой. Да, и там даже есть некое рабочее название. Рабочее название «Кошачья голова». Эта книга выйдет по традиции в октябре, в самом хоррором месяце. И в каждой своей книге Татьяна исследует какую-то сущность в нашей славянской мифологии. Получается, в данном случае это северный фольклор. Это явление, которое на самом деле мы все прекрасно знаем. Мы же все икаем. И в нашем северном фольклоре есть такая тема, как одержимость и икотка. Блин, вот вы только подумайте. Вот если не будете в курсе наших славянских корней, да, вот это вот наша с детства хорошо знакомая присказка. Икота, икота. Перейди на Федота. С Федота на Павла. С Павла там ля-ля-ля-ля. А у меня было с Федота на Якова, с Якова на Всякова. Да, может быть и так тоже. У меня очень много разного было в детстве. На самом-то деле это заговор-то, да, правильно? Да. От одержимости. То, что мы, блин, в детстве ходили и повторяли друг дружкой в сопливую мы. Мы, на самом деле, заговоры. Мы защищали себя. О, вообще. Это же все были заговоры. Так вот, книга и посвящена вот этому типу одержимости. И хоррор. Октябрь. Хэллоуин. Все как надо. Прямо. Все, все мы делаем так, как надо. И еще Екатерина Соболь дописала третий тономор, который выйдет в свет тоже летом, в августе. Пока стоит в плане в августе, насколько я поняла. Ну вот, друзья, как вы видите, очень много новинок и в самое ближайшее время, и на перспективе этого года. И самое главное, тревожащий вас вопрос. В связи со всеми событиями в мире, что будет, в принципе, с ценами на книги, и какие книги будут. Все мы с вами понимаем, что, конечно, цены на книги страдают от того, что происходит, потому что бумагу Россия в большинстве своем закупала за рубежом. Теперь это приходится делать по обновленному курсу доллара. И все это приводит нас к увеличению стоимости книги, значит, и увеличению книги на полке. Но мы очень стараемся не снижать качество бумаги при этом. Мы будем, да, у всех, абсолютно у всех книжных издательств вырастут цены на книги в текущем году. Это наша новая реальность, увы. Но с качеством мы будем стараться, в общем, держать планку, чтобы, если уж и платить побольше, то хотя бы не за худшее качество, но хотя бы за то, что мы с вами имеем сейчас. Поэтому, да, перспективы таковы, что цены будут расти, но качество, мы надеемся, мы сможем удержать. Теперь точно все. Теперь точно все. Ждем вас 24 апреля в 15.00 на Nonfiction на презентации новой серии от Евгения Гоглоева «Авангард». И ждем вас в нашей писательской школе на новом сезоне, который стартует уже в апреле. Ох, кстати, «Авангард» — зал номер один. Зал номер один. Увидимся, друзья. Пока-пока. Пока. Продолжение следует.